Айка Сондар Жесткие ДТП, задержание беглецов и пьяные водители – все это не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В Туве задержан последний участник побега из изолятора временного содержания. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региона задержали мужчину 1987 года рождения, ранее осужденного совершившего побег из изолятора временного содержания муниципального отдела полиции Барнхемчикский. Он обнаружен в селе Козелможилык по улице Ленина и доставлен в полицию, сообщила официально представителем ВД России Ирина Волк. Напомним, 14 апреля текущего года из помещения изолятора временного содержания совершили побег 9 задержанных, причинив телесное порождение сотруднику полиции. В срок до 24 апреля текущего года полицейскими было задержано 8 участников побега. Дальнейшими разыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего сбежавших и проведено его задержание. В Туве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 4 мая в Козыле произошло ДТП с участием мотоциклиста. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 28-летним водитель мотоцикла Кавасаки, двигаясь по мосту, начал обгонять впереди машины. В это время Тойота Королла начала поворачивать налево, на источник Бобры. Мотоциклист на высокой скорости, вероятнее всего, не успел ничего предпринять и врезался в иномарку. В результате происшествия мотоциклист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован на реанимационное отделение Республиканской больницы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. 3 мая в 10 вечера в дежурную часть полиции Барнхемчикского района поступило сообщение о том, что на 6-м километре автодороги Агдура-Кабаза произошло дорожно-транспортное происшествие, опрокидывание авто. По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что 27-летняя жительница села Шуй Байтагинского района, управляя Ниссаном Кашкай, двигаясь южным направлением по автодороге Агдура-Кабаза, на 6-м километре, не справившись с управлением, ехала в Кювет. Позже выяснится, что водитель не имел водительского удовольствия Ирине. В результате ДТП водителя две пассажирки 1991 года рождения скончались на месте от полученных травм. Еще одна 30-летняя пассажирка доставлена в медучреждение Барнхемчикского района с диагнозом перелома предплечья и поясничного отдела позвоночника. Еще одно ДТП, но на этот раз в результате аварии пострадал ребенок. Установлено, что 41-летний мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ, двигаясь по дороге, Козыл Сарксеп из-за высокой скорости не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате аварии в нейрохирургическое отделение медучреждения были госпитализированы двое пассажиров в возрасте 9 и 34 лет. В настоящее время по данному факту госавтоинспекцией совместно с исследователями проводятся проверки. Каждый автомобилист, перевозя в салоне ребенка, должен соблюдать детский режим, быть более внимательным и осторожным, в частности использовать ремни безопасности и автокресла, соблюдать скоростной режим, исключать опасные маневры, такие как обгон, рискованное перестроение. Жизнь и здоровье ребенка зависят от того, как родители заботятся о них, какие меры предосторожности соблюдают. В Кызыле инспекторы ДПС просекли перевозку наркотиков, гашиша в крупном размере. Ежедневно сотрудниками ГИБДД принимаются меры по пресечению фактов незаконной транспортировки наркотических веществ. Всего с начала 2019 года дорожными полицейскими пресечено более 40 фактов перевоза наркотических веществ. Общий вес изъятых наркотиков составил порядка 16 килограмм. В ходе обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения инспекторами ДПС выявлен факт перевозки наркотического вещества в крупном размере. Так, 2 мая около 11 часов на улице Супакская города Кызелы госавтоинспекторами для проверки была остановлена Тойота Корола. Транспортным средством управлял 56-летний козелчанин. В ходе проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на поведение водителя, который заметно волновался. Госавтоинспекторами было принято решение провести осмотр авто. В ходе визуального осмотра в салоне автомобиля сотрудниками полиции был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились наркотические вещества. Более 550 фрагментов неправильной формы с характерным запахом дихорастущей конопли. Исследование, проведенное экспертами-криминалистами, показало, что в автомашине перевозился гашиш. Вес изъятого наркотического вещества превысил 2,5 килограмма. В отношении 56-летнего козелчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретения, хранения, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенных в крупном размере». Фигурант уголовного дела помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей. Для охраны правопорядка и стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах во время майских праздников прошли оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок», в рамках которого запролонировано привлечь до 2000 сотрудников органов внутренних дел, около 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 20 работников частных охранных организаций, свыше 60 народных дружинников и 20 сотрудников военной полиции. С начала операции «Правопорядок» во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий «Преступление недопущено». Сотрудниками территориальных органов МВД на районном уровне проверено более 150 торговых точек и адресов, реализующих алкогольную продукцию. По результатам проверок выявлено 50 фактов нарушения их продажи. За незаконный оборот спиртосодержащей продукции составлено 43 протокола об административном правонарушении. Всего изъято более 37 тысяч литров алкоголя, в том числе пива – 26 литров. Рейдовыми группами по республике проверено по месту жительства более 2,5 тысяч подучетных лиц. В дежурной части доставлено около 650 правонарушителей. В так называемый «Вотрезвитель» доставлено более 700 пенок. По линии ГИБДД за майские выходные совершено 6 ДТП с пострадавшими. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефонной редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова